Мы так долго этого ждали! Наконец-то это произошло! На Айпетре! Долгожданный снег! Аномально теплую зиму в Крыму не прокомментировал только ленивый, но балканский циклон принес полуострову сильные снегопады и похолодания. Крымчанам это только на руку. После затяжных новогодних праздников, развлечения на заснеженном плато, альтернатива Оливье и Иронии Судьбы. Хорошо, что есть гора Айпетре, куда мы можем каждый год приехать, стабильно покататься. Впервые взяли тюбинки. Классная штука, быстрая. Единственное, надо горки искать, где крутые. При виде такой оживленной картинки не покидают ощущение, будто все любители зимних забав одновременно ринулись на Айпетре. Те, кто вопреки диванному притяжению, приезжают в горы и получают массу позитивных эмоций. Однако подниматься на плато – задача не из легких. Нужен полноприводный автомобиль и хорошая зимняя резина, иначе вы рискуете остаться на подъеме, так и не добравшись до сугробов. Поэтому соблюдайте правила безопасности и адекватно оценивайте возможности своего железного коня. Поехали! На вершине, если не аншлаг, то довольно много людей и сотни автомобилей, а могло быть и больше. Все дело в транспортной доступности и опасности некоторых участков трассы. В этом году первый раз в Симферополе ехали сначала на Соколиное, там нас развернули, потому что перекрыли, там засыпали или бутом, или чем-то, ну так сказали. Пришлось объехать через Севастополь, вот, и потом отсюда с Ялты, со стороны Ялты заехали. Однако крымчане, затасковавшие по зимним пейзажам, любыми путями добираются до сказки. Заснеженный лес – особое зрелище. Ветра почти нет, и деревья как будто застыли в снежном плену. Картина, достойная художника. Они часто бывают на Айпетре, но сегодня не довелось встретить ни одного. Самое популярное развлечение – скользилки. Большие надувные круги. На таких летом катаются с водных горок в аквапарках. Горная местность особенно привлекает экстремалов. По-настоящему интересно отдохнуть зимой и покататься на лыжах. В Крыму можно во многих точках. В настоящий горнолыжный курорт можно окунуться, приехав на 26-й километр трассы Ялта-Бахчисарай. Здесь есть все необходимое для активных зимних забав – это борды, лыжи и так называемые ватрушки. Белые ленты склонов, энтузиасты на лыжах и сноубордах. Зимний досуг здесь организован блестяще. Есть трассы и спуски на любой вкус и цвет. Место для катания найдет и новичок, и искушенный горнолыжник. Первое катание супер, в Крыму есть все. Нужно прожить жизнь одна, нужно ее прожить в Крыму. Или просто провести день на Ай-Петре. Доехать по двум дорогам – со стороны Ялты или от села Соколиное в Бахчисарайском районе. Дорога от Соколиного более живописна, но опасна из-за оползней. Вот, например, МЧС уже выпустила штормовое предупреждение о надвигающихся на Крым морозах с 16 по 20 января. Из-за этого движение к плато часто ограничивают. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет. Как в любом бизнесе, зависящем от погоды, владельцев проката такие ограничения не радуют. Люди приезжают сюда за здоровым образом жизни, подышать крымским зимним воздухом. Мы огромные деньги вкладываем в инфраструктуру для поддержания здорового образа жизни внизу, а здесь перекрываем дорогу. И вот люди сегодня, которые здесь отдыхают, они не знают, куда им, в какую сторону спускаться. Да и отдыхающих такие новости огорчают, ведь снег в Крыму – редкий подарок, и хочется насладиться им по полной. Но есть и хорошие новости. Зима в Крым только пришла и пока отступать не собирается, поэтому не забывайте одеваться потеплее. Ленуза Бурситова, Ясан Ибрагимов, телеканал Милет, Ялта.